всем привет меня зовут лилия бойко и в этом видео я поделюсь своим уходом за волосами а дело в том что моя подписчица евгения васильцова недавно оставила запрос мне снять видео о средствах которыми я пользуюсь для волос а также как мне удалось отрастить такие длинные волосы и на самом деле она уже не первая кто задает мне подобные вопросы я получала от многих девушек комплименты по поводу волос последнее время так что если вам эта тема интересна то решила снять отдельное видео и начну я с того что раньше у меня волосы всегда были длиной примерно до плеч и у меня наверное были просто все вариации стрижек от под мальчика до удлиненного каре разные боб каре и так далее и у меня никогда не получалось вот как только волосы знаете начинают чуть длиннее плеч быть они уже заламываются там разные стороны уже укладку сложнее делать и поэтому я всегда поддерживала вот такую длину не длиннее плеч да но до беременности я решила отращивать волосы и уже немножко начала то есть у меня уже они перешли вот эту границу плеч да и потом я уже думала что мне было неудобно опять их укладывать и уже думала все подстригу но потом я забеременела и возможно вы знаете есть такие предрассудки что ли что время беременности волос лучше не стричь я конечно не суеверная но все равно от греха подальше решила не трогать волосы 10 месяцев и за беременность они настолько быстро у меня выросли вот практически до такой длины как сейчас что я была очень удивлена и потом мне просто стричь их уже было как-то жалко что ли да потому что у меня последний раз такой длины волосы были в первых классах школы вот так что я решила что ну похожу немножко так тем более летом удобно длинные волосы там делать разные прически потому что жарко ходить с распущенными но потом постригусь вот так и не знаю стричься или нет потому что есть конечно и свои плюсы в плане причесок с длинными волосами но конечно они дольше сохнут и больше нужно там ухода разного сложнее расчесывать короче как кстати вы считаете оставлять мне длинные волосы или все-таки сделать какую-то стрижку и в общем вот так таким образом я отрастила волосы особо ничего для этого не делая так что если хотите какой-то секрет как быстро отрастить волосы то беременеть и рожайте деток и волосы сами отрастут естественно после родов обычно говорят что это с 3 до 6 месяцев когда ребеночку то волосы очень обильно выпадают и действительно у меня просто очень много волос выпадала сейчас уже чуть меньше возможно мне еще кажется что они еще больше выпадает из-за того что они просто длинные их более заметно до чем когда они короткие но все же как какая-то шевелюра осталась которые я тоже в принципе довольна но теперь наверное перейду уже к уходу непосредственно и честно сказать у меня какого-то особенного ухода нет вот так мои волосы выглядят после мытья то есть они просто высохли естественным способом без фена без каких-то укладочных средств вот так что и в последнее время я феном практически не пользуюсь раньше вот когда в университет ходила то но и тем более когда есть определенная стрижка более короткие волосы там коры то без фена не обойтись потому что нужно каждый раз укладывать чтобы они правильно лежали вот ну а такие длинные волосы их во первых феном сушить очень долго но и во вторых все равно после сушки они выглядят примерно так же поэтому сейчас я пользуюсь только в каких-то экстренных случаях когда мне нужно очень быстро собраться куда-то выйти из дому но в последнее время такое бывает редко так что в основном сушу вот просто естественным путем я обычно мою голову утром так как если сделаю это на ночь что они очень сильно запутаются мне потом будет сложно их расчесывать и вот давайте расскажу последовательность как я мою голову да потому что в принципе этим ограничивается весь мой уход в общем перед мытьем я обычно волосы расчесываю хорошо для того чтобы потом когда они еще для того чтобы они меньше запутывались во время мытья шампунь я использую в последнее время сухой от фирмы lash вот я в последний предпоследнем блоге показывала как раз когда я была в магазине я выбирала себе новый шампунь у меня есть и старый но он уже настолько использован что мне просто было стыдно вот эту маленькую шарик показывать видео так что решила для такого повода прикупить новый вот купила такой лавандовый сухой шампунь и говорят что его использую хватает на от 80 до 100 раз использования представляете то есть он очень экономичный и несмотря на то что он дороже обычных шампуней в итоге получается даже дешевле потому что вы им пользуетесь ну несколько месяцев реально как им пользоваться просто либо в руках намыливаете когда уже образуется пенка то ее наносите на голову растираете либо вот прям берете вот это вот шампунь да и прямо начинаете водить по волосам и таким образом намыливаете можно сказать волосы вот я в этот раз купила такую контейнер для хранения этой штучки очень удобно но вот пока она новая то она сюда еще не залазит нужно немножко его использовать и мне кстати далее в этот раз вот такой журнал здесь все и о волосах и уход об уходе за телом вот здесь там куча всего в общем если хотите что-то выбрать то можете зайти в магазин взять этот журнал понаходить себе разные средства потом уже прийти купить о фирме лаж я знаю уже давно и пользуюсь ею давно я и в одно время красилась хной этой фирмы и и там нужно натереть на терке она тоже в твердом виде вот я не скажу что там цвет волос особо менялся но они действительно становились более шелковистыми таким вот как после ламинирования что ли более густыми казались и мне в принципе нравился такой эффект это вот последняя нет предпоследняя из того что я делала с волосами последнее это было брондирование позапрошлым летом и вот на кончиках у меня есть еще такие более светлые пряди это просто отросшие брондирование они выверевшие волосы но мне не очень нравился эффект поэтому я больше его не делала и здесь вот у меня уже свой цвет волос мой самый глобальный эксперимент насчет волос это было на первых курсах университета когда я перекрасилась блондинку мне кажется всем девушкам рано или поздно хочется увидеть себя в образе блондинки вот так что у меня тоже наступил такой период я решила не отказывать себе в этом желании и перекрасилась я вставлю фотографии чтобы вы увидели меня ну мне кажется темный цвет волос мне идет больше так что когда у меня уже прошла это мания я снова вернулась свой цвет волос и сейчас меня он абсолютно устраивает сейчас я никакими средствами для окрашивания волос не пользуюсь так вот вернемся к нашим баранам шампунь я когда нанесла иногда раз иногда два раза зависит от того насколько ну что ли загрязненные были волосы если я допустим пользовалась там лаком для волос то мне кажется что с одного раза он плохо вымывается и тогда я наношу шампунь дважды смываю я то есть мою голову в принципе такой не очень горячей водой ближе к прохладной даже вот особенно в конце промываю и обязательно после шампуня я наношу маску то есть вот такая у меня маска номера от брелил по моему да я и пользуюсь уже сколько себя помню вот когда я ее для себя открыла еще наверное наверное может в последних классах школы или в университете вот так я ею до сих пор и пользуюсь у них кстати есть более новая модификация маски это с с овсом а есть еще белая маска она то ли с рисовыми какими-то штуки ну короче вот белая мне меньше нравится вот это лучше ее хватает мне тоже на несколько месяцев и я ее наношу как кондиционер то есть сейчас долго держать у меня не получается из-за маленького но обычно я вот утром мою голову наношу эту маску на всю длину волос и вот тем временем пока она там немножко поработает с волосами схватиться я там чищу зубы иду в душ то есть минут пять в итоге она у меня на волосах и держится и потом ее смываю и действительно волосы мне очень нравится как они потом расчесывается как они ощущаются вот шелковистость такая так что я всем советую такую маску у меня нет к ней какого-то привыкания вот как говорят что нужно шампуни время от времени менять поэтому если хотите от меня рецепт то вот это вот маска мне очень нравится возможно она тоже является залогом там здоровья моих волос потому что парикмахеры обычно говорят что у меня там нет посеченных кончиков что хорошим состоянием волосы вот кстати насчет фирмы лаж еще вспомнила кое-что во время беременности я на нее очень сильно подсела не только вот по поводу волос а и по декоративной косметики так как говорят что в первые месяцы когда формирую формируется плод ребеночек там все органы и системы то лучше не пользоваться никакой химией и я это очень близко к сердцу приняла и вообще отказалась от любой косметики и вот перешла на вот эту вот плашевскую так как она считается они заявляют что она полностью органическая вот и что касается декоративной косметики мне не очень понравилась эта компания вот там бальзам постоянно скатывается и ну а все остальное тоже я не восторге но вот по поводу волос по поводу средств ухода за телом там разные гели для душа шампуни бомб ой гели для для душа бомбочки для ванны там разные средства вот это мне их очень нравится так дальше после того как я нанесла кондиционер подержала его там пять минуток или сколько получилось я его смываю и обматываю волосы полотенцем минут на десять при этом ну как бы выжимаю просто вот но не скручиваю не тру там никак просто вот полотенце впитывает остатки там воды да и минут через десять я его смываю снимаю полотенце и наношу масло на кончике волос ну где-то сантиметров на 20 наверное вот последнее у меня было вот такое обычное купила в косметическом магазине gliss кур для всех типов волос тут масло пикую марулы органы маной в общем она уже у меня заканчивается у меня тут вообще на дне буквально на пару раз наверное осталось и думаю что следующее я наверное буду просто вот использовать одно из тех эфирных масел которые покупала для живота потому что там на многих написано что можно использовать также для волос и вот буду просто каким-то одним маслом пользоваться а не вот таким миксом магазинным так ну и в принципе вот это и все еще возможно играет роль расческа которую я пользуюсь этот angle тизер у меня вот такой компактный ее вариант мне нравится вот здесь вот упс маленький проснулся вот такой вот angle тизер у меня это компактная версия мне очень нравится и я кстати им пользуюсь и когда волосы еще влажные то есть вот когда снимаю полотенце расчесываю волосы и наношу масло иначе у меня если не расчесать волосы когда они еще немного мокрые то их просто будет очень сложно расчесать когда они высохнут так что я не вижу там особого плохого эффекта от этого что там очень сильно они выпадают ну да выпадают но у всех выпадает там в день по моему до 100 волосин это нормально точно не знаю цифру это я так на вскидку сказала вот так что я не сильно трясусь там за каждой волосинкой вот и еще вот то то как я хожу дома естественно я хожу с хвостиком потому что ребенок любимое занятие подергать за мои волосы вырвать там немного и поэтому я всегда собираю волосы в хвост но если раньше я делала высокий хвост когда они были покороче мне было с ним комфортно то сейчас если ходить долго с высоким хвостом это кожа головы стягивается начинает болеть голова поэтому я сейчас завязываю хвост внизу и он такой очень легкий то есть не 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 стягивает сильно волосы и для этого я использую вот такую очень тоненькую маленькую резиночку там обматываю ее буквально пару раз если она немножко сползает я там переделаю этот хвостик вот то есть пытайтесь также если у вас не позволяет там ситуация ходить с распущенными волосами то делайте хвост но не высокие а максимально удобный дай либо там заплетите косу вот так что для того чтобы волосы кожи головы не перенапрягалась чтобы они не оттягивались вот постоянно были в таком расслабленном состоянии вот в принципе наверное и весь мой уход все что я хотела рассказать в этом видео если у вас остались еще вопросы то пожалуйста задавайте их под видео я обязательно отвечу я надеюсь это видео было для вас полезным если это так ставьте лайки подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео оставляйте мне запросы на другие видео я обязательно отвечу на ваши вопросы либо сниму видео другое так что пишите комментарии что вы хотите увидеть на моем канале но мы с вами увидимся уже очень скоро с вами была лилия кубойка пока пока